У нас состоялся электронный аукцион по выбору подрядной организации на продолжение работы на сквере Ладыниной. Было участников много, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны было довольно серьезное падение, 15%. Для нас это серьезное падение, потому что я не сторонник того, чтобы сильно опускались на муниципальных контрактах. Как правило, это дополнительные проблемы с нашей стороны. И как правило, это довольно часто влияет на качество выполненных работ. То есть нормальная цена падения это порядка 5%, не более. 9 миллионов рублей высвобождается. В настоящий момент что-либо прогнозировать еще рано. Да, официальный протокол подписан. Соответственно, у нас капитал строй организации города Красноярска, правая форма ООО. Но у нас есть 10 дней до момента заключения контракта. И пока контракт не будет подписан с двух сторон, говорить о работе пока рано, потому что у каждой из сторон есть законное право подать жалобу на те или иные действия или те или иные условия проведения аукциона контракта и их оспорить. Поэтому ждем срок 10 дней, это следующая неделя у нас будет, как будет контракт подписан. Тогда уже можно будет сказать точно, что капитал строй заходит к нам, а в город начинает работать. У нас уже готовятся скорректированные графики согласно новому плану. Но мы все прекрасно понимаем, что согласно существующей снежного покрова, это не раньше мая месяца, потому что там низина, там будет сейчас делать нечего. Сроки довольно-таки сжатые, работы предстоит очень много, но в любом случае нужно работать. И к первому сентября мы должны этот объект уже привести в соответствующий рейд. А вы уже пытались узнавать, что это вообще за фирма, можно ли ей доверять, как она зарекомендовала себя вообще на прежних своих контрактах? Мы анализировали не только ее, мы анализировали и второго участника, смотрели контракты, какие они выполняли. Я вам скажу так, ничего хорошего этого фирма не сделала, ни в Ачинске, ни в Красноярске, нигде. Отзывы плохие, работа делалась очень плохо, поэтому мы довольно-таки серьезно сейчас относимся к проверке документов и пока ничего не прогнозируем, потому что нам важно, чтобы юбилей этого мероприятия, кинофорума, прошел уже в новом сквере, а здесь время уже играет против нас. Оснований не допускать их нет, но опять же и Минстрой рекомендует, и Ачинск говорит о том, что было сложно работать с этой организацией. А вы спрашивали в Ачинске, почему они не начали работу по включению этого подрядчика в реестр недобросовестных? Вообще, насколько я понимаю, вот в прошлый год город Назарово не просто так звучал по всем контрактам, по благоустройству, дело в том, что мы были как испытательный полигон для того, чтобы разработать методику включения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Соответственно, с нашей стороны у нас опыт довольно-таки, по сравнению с другими, у нас уже довольно-таки большой, хоть и результата еще пока конечного нет, но сам факт, то есть ранее никто эту работу не проводил, это проблема не только Ачинска, об этом говорили и по красноярским СМИ, и по Красноярску, что когда-то эта работа должна была начаться. То есть суть в том, что у нас на самом деле на сроки никто особо внимания не обращал ранее, пеню никто особо не платил, то есть каждый подрядчик должен понимать, что когда он заходит на муниципальный контракт, он должен исполнять именно то, что указано в муниципальном контракте, а не то, что хочет сделать он, согласно сроков, которые указаны в контракте. В противном случае, ну, ребят, лучше не заходите. То есть если они сейчас, например, ну, грубо говоря, выйдя на контракт, вот сейчас не исполняют свои какие-то условия, они теряют довольно-таки серьезные деньги. У них есть и банковские гарантии, есть обеспечение заявки, есть обеспечение контракта. То есть это сделано для того, чтобы организация, когда заходила на такие виды работ, понимала, что она уже несет ответственность. То есть это не просто так, порядка 600 тысяч рублей обеспечения контракта, это серьезные деньги. Деньги заморожены до окончания реализации этого контракта. Если он будет реализован в нормальной форме, деньги вернутся. Если будут проблемы, денег они не увидят. Это все понятно. А скажите, вы пытались уже каким-то образом обсудить ситуацию с министерством? 44-й федеральный закон, это законы федеральные, мы на них в этом плане никакого. Ну, по крайней мере, вы поставили их в известность? То есть как-то может сложиться вот подобным образом? Да, мы прорабатываем этот вопрос с министерством, и они это все прекрасно понимают. И вот, наверное, все прекрасно понимали, когда у нас было расторжение по контракту с ОТСК, с Ладыниной, что это довольно-таки рискованный шаг. В том плане, раз мы боялись, что не будет желающих, два неизвестно, кто победит. Ведь, несмотря на то, что компания ТСК, ну, в какой-то мере, да, получилось так, что она зарекомендовала себя по некоторым данным, он с нехорошей стороны. Опять же, спорить можно долго, просто-напросто нужно было в какой-то момент за них не заступаться, да, по осени 2020 года, а просто-напросто по столу довольно-таки серьезно щелкнуть и поставить на место. Вопросов бы не было, а мы хотели, может, чтобы не было скандала в нашем городе, да, по этому поводу. Но все равно не получилось, у нас довольно-таки, видите, противоречивые СМИ, и не всегда получается сделать так, как хочется изначально.